я думаю что есть три последствия очень больших для казахстана первое это конечно политические последствия потому что весь мир осуждает ломается архитектура мира пересматривается подписаны общие договоренности фактически происходит перекройка границ на постсоветском пространстве поощряется сепаратизм нарушается целостность территории суверенного государства украина и в этом ключе когда весь мир выражает критику вплоть до санкций казахстан занимает такую достаточно пророссийскую позицию и это естественно будет вредить имиджу казахстана как демократического независимого и способного быть на стороне международных договоренностей государства который соблюдает эти договоренности вторая второе второе последствия такого экономического характера понятно что сейчас экономика россии переживает не лучшие времена фактически стакфляция как они сами назвали стагнации экономики происходит и на этом фоне экономические санкции как каким бы они ни были личностными в отношении некоторых политиков их счетов до больше такого объемного экономического характера эмбарго возможное все это естественно отразится на общем состоянии и такой и так хилы российская экономика мы уже интегрированы с ней в рамках таможенного союза уже мы зависим от колебаний температуры и курса в экономике россии естественно это на нас тоже отразится и 3 это я бы сказал последствия такого морально психологического характера например до последнего дня все кто жил в крыму донецке харькове были гражданами суверенного государства украина если это были чиновники или солдата не присягали на верность этой стране независимо от национальности и присягали целостности те этой территории да что они патриоты из той страны поэтому естественно те про жириновский или про лимоновский эти оголтелые заявления могут спровоцировать какие-то настроения в казахстанском обществе в силу присутствия известных причин поэтому я считаю что будет такой тесно казахстанский патриотизм на соблюдение конституции на сохранение ценностной территории в том числе конечно и урок нужно учитывать этот я думаю что это очень важно если бы новая власть в украине не стала форсировать события вокруг украинского языка не стала бы запрещать русский язык я думаю что такого видимо такого противостояния с простыми жителями крыма донецка харькова не было бы это уроки для политиков считаю что новая власть украины борьбе с януковичем проморгала крым проморгала часть целостной территории суверенного государства это очень большой урок для всех политиков не только на постсоветском пространстве